Субтитры сделал DimaTorzok Танцуют все Мы очень доверяем их мнению Коллективы гимназии и колледжа искусств покорили международные жюри на онлайн-конкурсе Хоть трава не расти, в Бобруйском районе борются с опасными сорняками Каждый землепользователь по закону должен самостоятельно выявить Как избавиться от вредителя раз и навсегда А также премьера спасателей, ночь без банковской карты и налетели тучи Подробный прогноз погоды на выходные В Беларуси 17 390 человек выздоровели от коронавируса Проведено 512 418 тестов Эти данные приводит Минздрав Столичная больница скорой помощи возвращается к обычному режиму работы Красные зоны дезинфицируют, палаты переоборудуют Ранее пациентов с COVID-19 перестали принимать в Минском онкодиспансере В 39-й поликлинике самочувствие уточняют по телефону Если есть симптомы простуды, человеку рекомендуют оставаться дома и отправляют врача Но при этом всегда сразу же уточняется эпидонамнез И вот именно пациентам, которые имеют осложненный, скажем так, эпидонамнез или отягощенный Мы отправляем бригаду В команде работают врач, его помощник и медсестра Медики проводят экспресс-тест на коронавирус И ведут наблюдение за пациентом в течение самоизоляции Между тем в Гродно пассажиров общественного транспорта Обязали носить маски, средства защиты Следует держать при себе и в других общественных местах Считают в обл. исполкоме Уже в это воскресенье страна отметит День работника химической промышленности Это одна из важнейших отраслей Беларуси В Бобруйске в индустрии заняты свыше 10 тысяч человек 9 из них работники Белшины Поздравить сотрудников промгигантов В преддверии профессионального праздника Приехал лично председатель Бобруйского горосполкома Александр Студнев и глава концерна Белнефтехим Андрей Рыбаков Что сегодня Белшина для города Мы все прекрасно знаем Это рабочие места, это люди, которые работают Поэтому я хочу пожелать в первую очередь Вам всем здоровья, благополучия Когда профессиональные праздники Празднует Белшина, город празднует вместе с вами Цветы, подарки, денежные премии и дипломы Вручили тем, кто своими руками создает бренд Это вулканизаторщики, закройщики, тока и слесари И не только Поздравить всех шинников, всех работников предприятия С этим праздником профессиональным К сожалению, может быть, он сегодня В силу определенных причин Проходит в таком, может быть, небольшом формате Но я думаю, что у каждого шинника этот праздник живет в сердце И он все равно остается значимым Не только для тех, кто работает на предприятии Но и для всего города шинников, которым называют Бобруйск Завод – одно из крупнейших по производству шин предприятий в Европе Здесь выпускают свыше трех сотен типоразмеров покрышек Продукция промгиганта конкурентно способна Изделия пользуются большим спросом Благодаря качеству, надежности и долговечности Белорусские шины завоевали высокую репутацию У отечественных и зарубежных потребителей Экспорт продуктов, работа для студентов И вкусовые привычки белорусы стали есть меньше картошки Куда сместились вкусовые приоритеты Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня С 1 июня могут не работать некоторые банковские карточки Протестинговый центр проведет испытания аппаратно-программного комплекса Расчетные терминалы, инфокиоски и банкоматы Не смогут обрабатывать операции с 3.20 ночи до 4 утра За первый квартал продажи продуктов за границу выросли на 10% Агропромышленный комплекс продолжает увеличивать объемы производства в условиях пандемии Доля сельского хозяйства в экспортной корзине с синёкой Впервые преодолела отметку в 22% В Беларуси продлили запрет на вывоз некоторых медтоваров до 1 июля В списке защитные маски, костюмы, халаты, дыхательная аппаратура Минздрав разрешит транспортировку этих изделий в исключительных случаях При этом перевозчик должен получить в ведомстве специальную справку Иметь при себе опись ценного груза Обязательно указать количество товаров и стоимость Четыре строительных отряда начали работать в Могилевской области В их составе более 60 человек трудятся и в Бобруйске Скоро к делу приступят сельскохозяйственные и педагогические группы К студентам также могут присоединиться школьники от 14 лет Которые планируют летом не только отдохнуть, но и заработать Белорусы стали есть меньше картошки Теперь в месяц на каждого приходится 4,8 килограмма Также снизилось потребление рыбы Мясо, молоко и сахар, наоборот, стали чаще появляться на обеденном столе Последований не учитывали продукты, которые заказывали в столовых, кафе и ресторанах Горячий сезон в Бобруйском районе начали бороться с опасными растениями Инспекторы природных ресурсов и охраны окружающей среды проводят рейды Ищут борщевик и золотарник Эти сорняки размножаются в геометрической прогрессии Чтобы избавиться от вредителя на участке, надо его выкосить, выкопать корни, выбросить, сжечь Пораженные поля и вовсе опрыскивают специальным химическим раствором Каждый землепользователь по закону должен самостоятельно выявить Если у себя выявил эти места произрастания, он должен принять меры по ликвидации В случае, если землепользователь не принял этих мер и нашли мы, мы уже выдаем ему предписание Если он предписание не выполнил, административное наказание Прошлым летом площадь золотарника удалось сократить на 20% За три года полностью уничтожен борщевик Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы Есть эксклюзивные кадры Корреспонденты Бобрусь-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах Признание по интернету Коллективы гимназии колледжа искусств попали на пьедестал международного онлайн-конкурса Горожане обошли танцоров из 11 стран и заняли второе место Зажигательные номера записали на видео Ролик не монтировали, это было главным условием фестиваля Жюри оценило хореографию в стиле фолк-модерн и контемпорари Теперь танцоров из города на Березине ждут на сценах Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи Мы читали тех членов жюри, которые приглашены для оценки Там очень профессиональные и знающие люди Поэтому мы очень доверяем их мнению Поэтому все-таки для нас второе и третье и первое место Это большого стоит Всегда на чеку спасатели сняли видео ко дню защиты детей Главными героями ролика стали бобруйские семьи Некоторых сотрудники МЧС записали сами Остальное прислано по электронной почте или через соцсети Мама и папа повторяют одну и ту же фразу Не оставляйте детей одних Не оставляйте детей одних Не оставляйте детей одних Не оставляйте детей одних Огнеборцы также проводят онлайн-уроки безопасности Рассказывают детям, как вести себя дома И на улице напоминают, что делать во время пожара, грозы или сильного ветра Если загорелся электроприбор, его нужно обесточить А потом уже накрыть тканью или потушить водой Для многодетных семей подготовили безопасные письма Родителям буклеты и советы по технике безопасности Детям познавательные мини-игры Новый поворот Последняя весенняя пятница выдалась дождливой Осадки начались глубокой ночью и напоминали о себе в течение дня Если вчера днем воздух прогрелся до 22 Сегодня столбик термометра остановился на отметке в 16 с плюсом Надолго ли тренд уточнила Кристина Арианс? Погода сменила милость на гнев В страну ворвалась осень нагло и бесцеремонно Тучи налетели в считанные часы С неба повалил ливень Осадки благоприятно отразились на состоянии лесов Пожароопасная ситуация стабилизировалась Синоптики предупреждают Если на последние весенние выходные запланирован пикник на свежем воздухе То лучше взять с собой дождевики и зонтики А после весь мусор убрать Более миллиона человек пострадали из-за наводнений в Западной Африке Во власти проливных дождей оказались жители сразу пяти стран Затоплены целые районы Обильные осадки уничтожили пусевные поля Пострадали даже рисовые плантации Без жилья остались тысячи людей Норвегию занесло Открытие туристического сезона в округе Мер перенесли С них завалил магистрали На некоторых участках движение транспорта остановлено Власти привлекли спецтехнику Но очистка идет медленно Высок риск схода лавин Завтра в Беларуси будет северный ветер С порывами до 20 метров в секунду Пройдут дожди, местами грозы В субботу и воскресенье Бобруйск накроет облака Осадки не прекратятся Ночью воздух прогреется до 11-14 тепла Днем от 15 до 18 со знаком плюс Кристина Риянс, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Это все из событий к этой минуте Следите за нами в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Продолжение следует...